Алёша Попович Другая история связана с Алёшей Поповичей, Аленой Избородовичной и братьями Избородовичей. Как-то на одной Попойке братья Избородовича стали хвастать, что наша сестра чиста, она блюдет себя, она добродетельна, мы ей гордимся. Алёша говорит, «Хм, много раз я у неё в тереме гащевал». Один из братьев говорит, «А ты за свой базар в него ответишь?» Тот говорит, «Хм, пойдите ночью, киньте снежок ей в оконце и посмотрите, что будет». Те идут ночью, кидает снежок в оконце. Алёна Избородовична выбегает в красивом платье и говорит, «Алёшенька, где ты? Застоялись уже напитки медовые, значит, заветрились ковришки, приходи, милый друг». Они говорят, «Ну, будем мы убивать тебя, ты опозорила нас». Она в слезы говорит, «Дайте я только немножко себя в порядок приведу». «Ну, давай». Она идёт в терем, она плачет. Тут Алёша, он ей говорит, «Короче, слушай меня, попроси, чтобы они тебя в чистом поле убивали». Она выходит, «Бить меня в чистом поле». «Ну, хорошо». Значит, они выводят в чистом поле, а там Алёша. Он их побеждает, забирает её и женится на ней. Спрашивается в задаче, почему нельзя было просто посвататься. Даю вам ответ, потому что тогда былины бы не было.